Сафаров Заур Исрафил Аглын. Родился я в 1974 году в городе Кедобек Азербайджанской республики. Закончил славянскую сельскую среднюю школу с русским обучением в 1991 году, золотой медалью. И приехал в городе Одесса, поступил на юридический факультет Одесского государственного университета имени Мещенкова. Всю жизнь я мечтал стать следователем, и моя мечта сбылась. Закончив прокурорский следственный факультет Одесского госуниверситета, я был согласно госраспределениям направлен работать и служить в правоохранительном органе Украины. Выбрал я профессию следователя. В период с 1997 по 2013 годы я работал, начиная с должности помощника следователя, младшего следователя и так далее. И стал замначальником следственного управления УВД Одесской области. За период деятельности я занимался расследованием преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями. В основном тяжкими преступлениями, это убийства, разбои, грабежи. Возглавлял целое подразделение Одесской области. И наши результаты всегда были на высоком уровне. После увольнения я в данный момент нахожусь в распоряжении. Я начал заниматься юридической деятельностью и оказываю правовую помощь по уголовным, гражданским и семейным делам. Услышав, что в Одессе создана общественная организация Одесско-областное отделение Объединенного Конгресса Азербайджанцев, я пришел и попросился помочь нашей общественной организации. Согласно уставу, наша общественная организация должна развивать политические, экономические, культурные связи с Украиной. И сам Конгресс Азербайджанцев Украины в Одесской области, он на сегодняшний день, благодаря своему результату, период чем менее два года, является одним из сильнейших по проводимым мероприятиям, по влиянию в общественную жизнь Украины общественной организацией. На данный момент нами очень-очень было проведено много мероприятий, на которые были привлечены представители местной интеллигенции, профессорско-преподавательский состав. Очень часто мы устраиваем круглые столы, где обсуждаем взаимоотношения между двумя государствами, Азербайджаном и Украиной, отношения между их народами. Мы знаем, что Украина и Азербайджан объединяют давние связи и только дружеские. И деятельность Конгресса Азербайджанцев Украины в Одесской области направлена на укрепление этих отношений. Мы стараемся развивать элементы мультикультурализма, которые есть в Азербайджане, в Украине, потому что Азербайджан, согласно данным ЮНЕСКО, входит в пятерку стран, где очень развит мультикультурализм. Что в Азербайджане, что в Украине, живут очень много национальностей. Одесская область очень большая по территории. И у нас проживает официально зарегистрированных более 30 тысяч азербайджанцев. Это только официально зарегистрированных. Все азербайджанцы, являющиеся членами нашего Конгресса, принимают активное участие в жизнедеятельности общества украинского, государства украинского, в котором мы живем. И мы стараемся развивать те отношения, которые есть, еще более глубже. И чтобы эти отношения между двумя государствами, между украинским и азербайджанскими народами носили всегда только дружественный, миролюбивый характер. Мы знаем, что Одессу, Украину и Азербайджан объединяют две проблемы. Это потеря территорий. Всем прекрасно известно, что это Карабах, процентов 20 территорий оккупировано Арменией. И также от Украины был отторжен Крым. И в настоящее время идут боевые действия на Донбассе. Наша организация предлагает все усилия, чтобы наконец-то в Украине наступил мир, покой, чтобы не погибали женщины, старики и дети. Мы по мере возможности оказываем материальную, моральную и всяческую поддержку бойцам АТО. В самом городе Одессе мы оказываем помощь материальную детским домам, школам-интернатам. Посещаем людей преклонного возраста и стараемся в меру своих возможностей, так как у нас не прибыльная организация, привлекать какие-то средства и на эти средства дарить радость нуждающимся людям. Очень часто посещаем школы-интернаты. Ведь дети это тот социум, который нуждается в поддержке взрослого населения. И в дальнейшем, за год и 4 месяца, нами был выпущен отчетно-информационный журнал. Мы его отдельно будем представлять, где отображена вся наша деятельность. Также мы очень уделяем время темным, белым пятнам истории Азербайджана, ее трагическим моментам в истории. Здесь мы совершили автопробег в связи с Хаджалинским событием под армянское консульство, где выпустили черные шары и зачитали наш меморандум с требованием освобождения наших оккупированных земель Армении, с перечислением 4-х резолюций Совбеза ООН по освобождению этих оккупированных территорий. Мы очень надеемся, что...